Музыка 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 Почему? Я никогда ничего не утверждал, я Железов, я говорил так, меня спрашивали, а у меня манжурский орех, меня выпилить все проклинают, я говорю, не знаю, не знаю, я так же говорю, а в литературе написано выпилить, а вы принимаете решение, вот. Вот, и даже сейчас, когда я вижу, что кроны замкнулись, смотрите, раз крона, два крона, три крона, видите, я ничего не выдумываю, орех, одна груша, вторая груша, урожает 20-30 этих ведер каждый год, их даже последние годы, и хоть бы хны, И этот красавец, который обладает бактерицидными свойствами, который должен был распугать всех насекомых, как они опылились, если насекомых распугали, вы не знаете, и я не знаю. Вот так, друзья, не знаю, пригодится этот фильм, не пригодится, про то, что я преступник, про то, что помощи никакой нет, про то, что Сергей забрасывает селекцию. Показать что-нибудь поближе? Сейчас, 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 ага. Ну вот, допустим так, кстати, вот это мое, это в черемушках у пианиста я обнаружил предельно крупные абрикосы, я их индинициировал, там есть мой королевский, там есть поздний Филипп его, вот, но они первозданные, у него нету этих манжурцев, у него плоды крупные, это как понимать, сказал я себе, вот. Вот, заплатил ему за каждый черенок по 50 рублей, 20 черенков срезал, за эту тысячу он был доволен, перенес сюда, смотрите, вы представляете, у маи где-то чуть-чуть снизились эти плоды, вот, а у него-то предельно крупные, ну разве не интересно, что из этого получится, один, второй, третий, четвертый, и вон там вдали, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, вот, посмотрите, а как они хорошо прижились, вроде бы те же самые, а у него крупные, а у него нет манжурцев, а им некому это, влиять на него, у него все крупноплодные, вот, да, наши, да, мои, Филипп его, но прошло 20 лет, представляете, черный абрикос, это Тимоша всадил, а я его фотографировал, вот, сразу покрылся цветами, вот, забыл я, вот же, это самая гепатогенная зона, вот она, вот, вот здесь я провожу обучение рамками, вот, я даю рамки, человек должен найти эту гепатогенную зону, все находят, вот, уже учеников мало, несерьезно к этому относятся все, а это я просто к слову, ну умудрился на краю гепатогенную зону посадить, на тот момент забыл, просто забыл, ну, растет, носит быстро плодоносит, приросты слабые, но с другой стороны, я же, нет, это же прививка на сливе, а я ни разу, черный абрикос, прививка на сливе, а я ни разу, нет, не поливал его, а нет, Тимоша полил, когда садил, и все, даже фотографии есть, вот, а я шел показать Сергея работу, а вот это вот, я купил на рынке два этих самых, два, две колонитные яблони, одна была, валюта, нет, как там, ой, сейчас забыл, да, у меня есть на фотографиях, и вот, что получилось, два яблочка дало 10 лет назад, вот, что интересно, не умирает, нет, вот, мне уже Сергей говорит, давай уберем, я говорю, нет, ты что, это память не нашей глупости, нет, не нашей, я с ним черенок-то успел взять, да, у меня на том участке теперь они есть, и плодоносят, а сами маточные деревья, вот они, посмотрите, как это, что нам продали, вот, внимание, вот эта прививка, так называемая кулировка почкой, вот она, видите, о, красота какая, вот, калека, она есть калека, вот, и на рынке я купил, выбрал еще, еще и пол, вот это еще и получше выбрал, вот это вот, ну, а теперь смотрим, вот эту черешню, привал, Сережа Железов, Сергей Валерьевич, привил, подписал, вот смотрите, вот эта вот, она и была черешня, вот она, с чем хорошей, почему у него привычки пошли, он поехал к этому, к Боднеру, так, уже к сыну покойного, царства небесного Бориса Иосифа, вот, и несколько черенков у него купил, так, а теперь смотрите внимательно, это черешня Боднера, она у меня плодоносит уже много лет, видите, от нее пошел отводок, а снизу, а этот, так называемая подвойная бишня, я ее назвал сибирская штамбова, почему сибирская штамбова, вот, потому что, хотя она отводки дает, дает, но все-таки она чем хороша, вон она, перед нами, она чем хороша, тем, что хоть и отдает отводки, но это все-таки не куст, с этими корневыми отводками можно побороться, если они не нужны, так, а она все-таки штамбовая, и вишня, которую я привез с юга Украины, вот она, с дедовской деревни, вот она на ней прекрасно себя чувствует, но, в данном случае, такая же вишня сибирская штамбова, как подвой, пригодилась вот тут, да, она дала, вот этот вот отводок снизу, от корней пошло, вот, и естественно, что у него уже, а ведь это черешня Боднера, черешня, и на мне намного легче бы прижились прививки, так, так, посмотрим, кто там, дверь ломится, помаши рукой, так, идем дальше, снег выпал, аж полтора сантиметра, но мы с ним боремся, итак, значит, одна прививка не пошла, видите, но мастерство не пропьешь, смотрите, вот эта пошла нормально, на бирке написано, это один из сортов уникальных Боднера, морозостойкость у него в 10 раз больше, чем у брянских специалистов, фамилию не называю брянских специалистов, они же как научили, берем 8 беток на дереве, 5 отрезаем, естественно, на кольцо, и, пожалуйста, это, двигатель, теперь она двинется на север, вот, а на самом деле она двинется на юг, потому что и тут же пишет 25-24 градуса, и почки цветоча замерзают, а 28-29 замерзают уже ростовые, вот, а здесь в Воднеровске так никто к нему не приехал, ну, стоило поклониться мужику, может взять его в компанию, может быть, чтобы попал он хоть раз в реестр, чтобы о нем память осталась какая-то, не, чтобы, знали, но не это, я первый фильм про него 15 лет назад, статью написал, знали, но невозможно, это же такой гонор, будем южными заниматься, будем их морозить, будем их колесить, но к Боднеру не поедем, и не приехали, а Сергей приехал, вот, и сказал, Алексей, давай это самое, продай несколько черенков, вот они, прижились, смотрите, вот они, им цены нет, ребята, вот они, вот они, вот они, вот они, им цены нет, это самые морознойки, а у меня уже, у меня же холоднее, еще на 10 градусов, а они уже третий раз, третий год, смотрите, посмотрите, третий год, ну пусть в этом году зима теплая, но перед этим 40 градусная, ну, и написал заявление, я думаю, а вдруг хоть бы не взяли, хоть бы не взяли, просил меня еще, говорит, там нет знакомых на завод устроиться, я на всех случаях сказал нет, 20 лет, как я уволился, все равно взяли, жалко, и вот, вся селекция, еще вот таких несколько примеров, и конец, потом, когда закончится съемка, может сегодня, может в следующий раз, я возьму вот эти ветки, срежу, но продавать их не буду, вот, у меня есть на что их привить, ну, примерно это выглядит вот так, смотрите, итак, есть еще деревья, которые еще живы, вот, вот она, черешня, она еще жива, посмотрите, как ее жрут, но если вы скажете, что, что ж ты, Валерий Крысинович, делаешь-то, почему ты все это не соскреб, не замазал, я отвечаю, руки прочь, никогда не связывайтесь, да, черешня, да, не выдержала, да, покрылась мертвыми клетками, и только мертвые клетки едят, вот живое, вот живое, мертвые клетки едят, и пусть едят, и никогда нельзя подходить, никогда нельзя трогать, это закон природы, который я не выдумал, открыл, только открыл, так же, как не этот самый, не этот самый, не Саак Ньютон придумал этот самый закон. Продолжение следует...